В прошлом году программа «Лимбабо» на всероссийском конкурсе «Премия. Траектория» была отмечена как проект, содействующий профессиональному самоопределению молодежи. И действительно, «Лимбабо» — это отличная стартовая площадка для профессиональной деятельности будущего педагога. А кто может знать об этом лучше, чем члены жюри, в составе которого работали представители Министерства образования и науки Челябинской области, Управление образования Челябинской области, федеральных детских центров и других учреждений. И сейчас мы приглашаем на сцену для награждения наших победителей... Начальника отдела воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся Министерства образования и науки Челябинской области Ирину Викторовну Анфалову. И заместителя директора по методической работе Государственного бюджетного учреждения по организации отдыха и оздоровления «Метеор» Министерства образования и науки Челябинской области, кандидата в педагогических наук Наталью Владимировну Насурову. Дело в том, что смотр Липово соответствует логике развития лагерной смены. После конкурса с самопрезентацией, награды за которые скоро найдут двоих обладателей, сейчас мы наградим победителей в других номинациях. Мы бы хотели все-таки, Наталья Владимировна, сказать несколько добрых слов. Очень приятно, что уже не первый год мы в качестве членов жюри выступаем в конкурсе Липово. Это один момент, который хотелось бы отметить. А второй, здорово, что этот конкурс становится открытым, стал открытым. Это традиция уже, зародилась традиция с прошлого года, когда в конкурсе могут принимать участие не только студенты и вожатские отряды Государственного педагогического университета, а другие, вожатые других лагерей, других вузов. И это замечательная идея, потому что, ну, где как-нибудь в таких конкурсах можно и обменяться опытом, и познакомиться друг с другом, и вообще создать какое-то замечательное, креативное, молодое сообщество вожатых и активных молодых людей, которые в дальнейшем будут всю свою энергию, всю свою доброту, все свои умения, знания, навыки передавать маленьким детям. Поэтому огромное спасибо Государственному педагогическому университету за такую идею, и огромное спасибо тем лагерям, тем собственникам этой двери, тем вожатским отрядам, которые принимают участие в данном конкурсе, не боятся конкурировать с Государственным педагогическим университетом. Это здорово. Спасибо вам всем. Педагогические отряды И действительно, ребята, мы не создавали прекрасную атмосферу уважения, доброжелательности и позитива. Я так поняла, что все педагогические отряды работают под одним девизом. Позитив всегда и во всем. Удачи вам, ребята. Спасибо. Спасибо за добрые слова, и мы переходим к деньг рождения. За третье место в конкурсе «Портфолио педагогического отряда» награждается педагогический отряд факультета подготовки учителей начальных классов. В этой же группе «Перспектива» за третье место награждается команда факультета иностранных языков. Группа «Перспектива» второе место в конкурсе «Портфолио педагогического отряда» награждается педагогический отряд факультета. И за первое место в номинации «Перспектива» награждается педагогический отряд факультета психологии. В этом же конкурсе «Портфолио педагогического отряда» снова номинация «Инициатива». Третье место занимает команда «Дол Орленок» «Копейского отряда» За второе место в этом же конкурсе награждается педагогический отряд «Вожатское сердце» «Перспектива» в городе «Перспектива». За первое место в конкурсе «Портфолио педагогического отряда» награждается педагогический отряд детского оздоровительного комплекса «Уральская березка». И это не единственный победитель в этой номинации. Также за первое место награждается педотряд детского-отравительного комплекса «Лесная застава». И за первое же место в этом конкурсе в фоне педагогического отряда награждается команда ВТЦ «Орленок». А мы переходим к награждению в следующих номинациях. Номинации «Фотопрезентация работы педотряда. Группа «Перспектива». Третье место. Педотряд факультета психологии. Группа «Перспектива». Второе место. Педотряд факультета иностранных языков. Группа «Перспектива». Фотопрезентация работы педотряда. Второе место. Педотряд физико-математического факультета. И за первое место в конкурсе фотоопрезентации награждается команда факультета подготовки учителей в фотоопрезентации. Уральская «Березка». Мы переходим к награждению номинации «Инициатива». За третье место в конкурсе фотоопрезентации награждается команда детского кровейного комплекса «Уральская «Березка». За второе место в конкурсе фотоопрезентации награждается педотряд детского кровейного комплекса «Лесная застава». И за первое место в конкурсе фотоопрезентации работы педотряда награждается педотряд «Вожатское сердце-магнитки» город Магнитово. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Давайте так же сильно будем радоваться многого человека, получающего награду. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В конкурсе фотоопрезентации работы педотряда было проведено голосование. Голосование показало, что приз зрительских симпатий в номинации «Перспектива» достается педотряду физико-математического факультета. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В этой же номинации «Зрительская симпатия» в группе «Инициатива» победа достается педотряду «Вожатское сердце-магнитки» город Магнитово. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Еще одна номинация, с которой были определены победители. За третье место в номинации «Сборческая презентация педотряда» в группе «Перспектива» награждается педотряд факультета физической культуры и безопасности жизни и деятельности. В группе «Перспектива» третье место в этом же конкурсе у педотряда естественно-технологического факультета. Группа «Перспектива» конкурс «Творческая презентация педотряда». Второе место в педотряд исторического факультета. И в этой же группе «Перспектива» первое место в конкурсе «Творческой презентации» достается педотряду факультета подготовки учреждения педотряда «Перспектива». В группе «Инициатива» третье место в конкурсе «Творческой презентации педотряда» занимает команда «Вожатское сердце магнитки» город Магнитодорск. Второе место в этом же конкурсе группе «Инициатива» педотряд Федерального детского центра «Смена». И первое место в конкурсе «Творческой презентации педотряда» в группе «Инициатива» занимает педотряд «ВДЦ Орлёнов». Орлёнов! 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 Огромное спасибо представителям жюри. Пожалуйста, возьмите на память эти сувениры о нашем юбилейном смотре в конкурсе. Ну а мы продолжаем наших гостей аплодисментами.